Здравствуйте, дорогие телезрители! Это программа «Хороший день». Меня зовут Ксения Каста. И поговорим мы сегодня о бьюти-индустрии. Как встретить Новый год модно, стильно и красиво? И какие коррективы внесла пандемия в бьюти-индустрию? Об этом поговорим сегодня с Ольгой Дмитриевой, управляющей сетью салонов красоты. Сегодня она в нашей студии. Оля, привет! Да, привет всех! С наступающим! Настроение у тебя отличное, но хочется сразу тебя спросить о том, давай честно, трясет ли сегодня бьюти-индустрию в период пандемии? Я стихами заговорила, ты слышишь? Да, действительно. Трясет, трясет, всех трясет, но как-то мы держимся. А как удается держаться на плаву в столь непростое время? Удается. Как я в прошлом эфире говорила, что у меня была мечта про косметологию. Мы добавили массу-массу-массу много процедур других новых услуг. В тот раз ты приходила, ты говорила, что специализируешься на волосах, на наращивание. Да, да, да. Ты знаешь, пандемия внесла вот этот вот быстрее, хватит думать. Она внесла хорошие коррективы, я так понимаю. Да, для меня, да, вот для нашей, как бы, вот именно для нас, да. Она нас просто подтолкнула, что уже все, хватит сидеть на месте, и все это, все надо менять. То есть ты расширила линейку услуг? Обязательно. Так. И прям вот все перестроила, салон перестроила, сделала перегородки. Ну, в общем, все-все перестроила. И ты знаешь, я очень-очень довольна, что все-таки, ну, вовремя прям, вот прям 9-го и начали все, как у нас выпустили, так и начали все менять. Вот ты понимаешь? Хорошо. А вот записи-то меньше не стало, корпоративы московские отменили. Все готовятся исключительно, знаешь, к таким домашним корпоративам. Ну, ты понимаешь, вот тенденция в индустрии красоты сейчас, кто ходил в салон постоянно, ежедневно и следил за собой, тот и ходит. Но тот, кто изредка, когда посещал на великие праздники, это у нас были, да, 8 марта, Новый год, но они, конечно, ушли в подполье. Все делают на дому. Да, стало меньше. Меньше, но так как у нашей услуги без них нельзя обойтись. Я так сделала, что это и лицо, и красота, и тело, и фигура, и талия, и все. Ты пинговать не приходится? Ну, а что делать? Сейчас непросто. Снижаешь цены? Снижаю, конечно, и уговариваем, и дарим подарки. Всем к Новому году подарочки приготовили. Давай, вот зазывай, сейчас у тебя уникальная возможность. Приходите, конечно, приходите, у нас прям все можно сразу сделать. Вот вы пришли волосы, вы пришли и реснички, и фигура, и все, и лицо, все подтянуто красиво, все. То есть все можно сделать за один день? Да, представь, ты пришла и все, и ты все сделала. Да сколько нужно времени провести в салоне, чтобы получить все? Ну, зато это удобно, ты не бегаешь, как бы, тем более, что мы профессионалы, мы занимаемся вплотную продажей косметологических аппаратов. К нам, у нас все аппараты новые, аппаратная косметология, но я считаю, что к нам можно. Я сама лично все вот делаю, только у себя в салоне. Очень странно, Оля, дело в том, что сейчас все пытаются, наоборот, на чем-то сэкономить, а ты говоришь о том, что мы закупаем новое оборудование, мы, значит, тут перестроили, тут переделали, здесь обновили, здесь ребрендинг. Мы чувствуем себя, как бы, уверенно, ну, по крайней мере, мы знаем, что мы переживем это. Ну, значит, на плаву. Ну, на плаву, чуть-чуть, да. Ну, понимаешь, как на плаву? Но если просто спать и ждать, что вот все это закончится когда-то, а может быть, это еще два года, три, и что, мы будем просто сидеть, ждать? Нет, красота, она всегда была востребована в кризис. В кризис? Да. С чем это снято, в церкви? Ну, люди хотят быть красивыми. Несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Это доказано уже, сколько кризисов мы переживали, да? Это, ой, не счесть. Это ты вспомнил. Мы в 2000-18 и 14-й. И хотелось, вот лично мне, например, всегда хочется, когда что-то яркое, вот, что-то красивое, чтобы ты была ухожена, ну, чтобы ты уверенность себя чувствовала. На зло всем беда. Да, и работа к тебе, конечно, придет какая-то денежная, понимаешь? Но все равно что-то будет, потому что ты, ну, ты не сдаешься. Когда человек хорошо выглядит, значит, он не сдаешься. Да, это какой-то внутренний подъем, да, когда ты внешне красив, это психологически, конечно. Когда ты опускаешь эти крылья, все с неухоженные, с непокрашенными корнями, там, с седой. Ну, видно, что у человека проблемы у женщины, да, и в личной жизни. А седина сейчас не в тренде? Ну, я думаю, что седина, она никогда... Особенно ближе к Новому году. Ну, никогда, мне кажется, седина вообще никогда не будет в тренде. Это такой период, что если женщине можно от нее какой-то, если есть у нее желание... Ну, нет, ну, для мужчины, конечно, там бывает. Для женщины, мне кажется, седина не очень красит женщину. Так, ладно. Ну, хорошо, давай, Оля, о трендах тогда. Что мы придумали к этому новому, да, к этому вот прекрасному, которого мы ждем 2021? Почему мы его ждем? Что он нам принесет какие-то изменения. Хорошие перемены. Мы очень ждем. Хорошие перемены. И мы, наконец-то, будем общаться, будем встречаться, летать, отдыхать. Я уже говорила вчера на прямом эфире со своей клиенткой. Я часто беру их... Вот сейчас я беру интервью, да? Как они себя чувствуют? У нас очень интересная тема. Я каждый раз спрашиваю своего клиента, как он подготовился, какое платье. Ну, ведь это хорошо, правда, что есть серебряное платье, там, туфли у клиента. Значит, все продолжается. Поэтому что? Что в этом сезоне, конечно... Ну, в чем встречать? Да, в чем встречать? Ну, как бы, вот всех какое-то серебро, да, украшения серебряные, серебряные платья, потому что бык любит какой-то серебряный он. Я даже не поняла, какой он. То есть у нас, получается, год серебряного быка? Я думаю, да. Платье все серебристые, волосы все делают длинные, красивые, добавляют объем, серебряные пряди добавляют, у нас такие есть. Ну, в общем, интересные образы. А вот то, что мы видим сейчас на экране, вот, если попросят такое, Оль. Ну, знаешь, может быть, людям, вот, я бы все бы сделала, только чтобы настроение было хорошее. Как мы сказали, да, любой каприз за ваши деньги. Да, и розочку, и елочку, ну, нравится вам, ну, ради бога. Ну, бывают такие вот сложные композиции? Да, конечно, да, конечно, может быть, кто-то будет на каком-то... Все равно люди будут фотографироваться, делать селфи, ничего не имеют. Хоть и на диване, но... Да, на диване еще больше хочется себе сфотографировать. Да, я думаю, что праздник у нас будет обязательно, очень будет хороший, и мы войдем в этот год, ну, красивые. Красивые и с новыми силами. Обязательно. А ты лично вот сама готовишься к Новому году, закупаешь подарки? Ну, да, конечно. Продукты, как это будет у нас? Ну, продукты не очень. А чего ты? Ну, не знаю, как-то. Я вчера у клиента тоже спросила, какой у вас будет стол? Она мне говорит, ну, русский. Я говорю, что это значит, русская кухня? Она мне перечисляет, холодец. Я говорю, ну, вы хорошо. Вот такое вот настроение у наших клиентов. Все готовятся к Новому году. И все посещают салон. Как бы то ни было, но в салон все бегут. То есть экономят на продуктах, но идут в салон красоты. Ну, я бы сэкономила на продуктах. Ну, в салон бы пошла. Ну, зато не прибавим пару килограммов. Да, и не надо тогда будет аппаратом это все уничтожать, да? А потом да. Ну, да. Может быть, действительно воздержаться. Поэтому все, суета идет, и записи идут. И, ну, конечно, не так бы хотелось, как в прошлой. Мы корпоративы ведь отменили, и поэтому... Так я тебе про это и говорю. Корпоративы отменили. Да, поэтому многие как бы на удаленке. Ну, на удаленке тоже все посещают. Вот тоже на удаленке вчера. И уже полгода сидит на удаленке. Ну, пришла, все хорошо. Все. Буду красивая. То есть все равно, да, за собой следить? Да, сказал, на удаленке это, конечно, ужас. Не одеться, никому не показать свои волосы. А так хочется. Ну, а так хочется. Видите, все хотят работать. Все хотят выходить. А как ты вообще относишься, вот, ну, вот, пандемия, как мы сказали, уже внесла свои коррективы, новоиспеченные домашние бьюти-эксперты, которые сидят и с экранов, значит, нам вещают, как можно в домашних условиях волосы покрасить, и ресницы приклеить, и брови нарастить, все что угодно. Ну, к сожалению, вот сейчас многие уходят в подполье, да, многие закрылись в салоны, да, очень многие. Но они уходят на такие онлайн-площадки. И они уходят на свои, как бы, закрытые, ну, квартиры, наверное, своих, потому что им так удобно. Свои клиенты, ну, если кто-то профессионал, ну, почему бы нет, может быть, к ним-то, конечно, к ним ходят. Но сами женщины... Ты хочешь сказать, подворовывают клиентов в салонах, да? Конечно, ценами хотели же еще... То есть у них есть уже клиентская база, и они уже по другим ценам предлагают. Ну, я понимаю этих людей тоже, потому что... А это вообще опасно, Оль? Давай вот об этом. Ну, опасно... Несут ли они какую-то ответственность? Нет, конечно. Это уже был у нас когда-то тоже прямой эфир, что несут ли эти люди ответственности. Нет, конечно, они не несут, потому что они завтра закроют дверь, и все. Поменяют телефон, и вы просто ничего не можете доказать. Вам, наоборот, вопрос, почему... Ладно, закроют дверь, они могут съехать, понимаешь, они могут просто арендовать помещение. Да, они вообще даже не, как сказать, не думают о вас, то бишь, о клиентах. Они вообще об этом не думают, потому что завтра они просто вас... Я вас не знаю, да. Особенно это косметология касается. Да, вот косметология, это вообще отдельная тема. Здесь я бы вообще никому не посоветовала, да. В салон, это в какой-то студии, вы можете попросить сертификат. Вы можете вообще попросить на все, что нужно. Прийти. Это определенная гарантия для клиента. Да, если вам что-то не устраивает, вы можете предъявить претензию. Ну, и вообще, как бы, косметология есть косметология. Это отдельная тема. Ну, слушай, когда волосы сожгут в домашних условиях, тоже мало приятного. Ой, да вообще все приятно с внешностью, если вот так вот. И сожгут, и мы такое наблюдали, и переделывали. Потому что я знаю, насколько ты щепетильно вообще относишься к набору профессионалов, свой коллектив. Да, очень-очень. И мы постоянно переживаем. Вот сколько лет мы работаем уже? 12 лет. Представляешь, вот за каждого до сих пор уже 8 лет она ходит, а я все время за нее переживаю. Ну, вот скажи, ну, 8 лет, ну, уже понятно, что все. И все равно, ну, как там, как тебе, хорошо ли, удобно? Ничего, никаких ли дискомфорта нет, ну. Я думала, ты о сотрудниках так заботишься. Ну, нет, я и о клиентах, и о сотрудниках, конечно. Но клиент это святое, особенно сейчас. Сейчас все выживают на старых клиентах все-таки. Они как идут, так они и идут. Потому что они уже не могут без волос, без ресниц, без ухоженного лица. Ну, это понятно. Но новых сейчас, конечно, труднее заманить. Труднее, да. Деньги, 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 деньги. Работу потеряли. Ну, у многих сейчас непростая ситуация. Но ты в своих салонах уже создаешь новогоднюю атмосферу? Да, конечно, мы уже все украсили еще 25-го. Мы уже давно украсили, еще 25-го ноября. У нас все украшено. Мы берем поздравления от клиентов. Нам с таким красивым шаром счастья. Шар такой есть серебряный. Тоже серебряный, кстати. Серебряный. Они нам желают, а мы желаем им. Ну, в общем, такая атмосфера. А вообще, насколько мне известно, администрация вроде как обязывает украшать витрины. Да, конечно. Срок обязательно. 25-го ноября мы уже все украсили. А если, например, вы пропустили эту замечательную дату, что происходит? Нет, мы не можем пропустить. Это предписание. Может, твои коллеги, которые пропустили, например, не украсили витрину в срок, приходят штрафы? Ну, мы такого ни разу не делали. Но кто не успевает, наверное, да, им. Но никто не рассказывал, да? Ну, никто не рассказывал. Мы украшаем в срок, рано, и нам хочется елки, и чтобы фотографии были красивые. Ну, в общем, все, чтобы... Это же красота. Согласна. На какие-то новогодние сертификаты? Да, естественно, мы все подготовили. И сертификаты на следующий год. И все мы подготовили. И, ну, масса, мы подготовили масса всего хорошего, чтобы женщина чувствовала уверенность в прошлом. Ну, в следующем году она обязательно нас посетила. Так, хорошо. А есть какие-то, вот, я не знаю, может быть, ты внесла, там, пресс-курант, да, своего столона, какие-нибудь там новогодние, новогоднее наращивание? Я не знаю. Ну, мы внесли. Кососнегурочки. Нет, да, мы внесли. Кососнегурочки там никто особо сейчас, как бы, не ходил, да, это просто... Корпоративов-то нет, поэтому, а то они там раньше, там, что-то... Слушай, сейчас, хорошо, корпоративов нет, но сейчас на дом все заказывают снегурочку где-то морозов. Ну, а вот пряди, серебряные пряди, несколько прядей, мы всем, как бы, вот, все прям хотят, вот. Ну, красиво. Ну, как-то необычный образ. Мало ли. Ну, то есть, вот так вот, чтобы вот прийти, и чтобы ты вот из них делала снегурочку, вот снегурочку сделаешь? Ну, снегурочку, ну, сделаем, если она попросит. Из брюнетки. Из брюнетки? Снегурочку. Ой, не знаю, вот подумаю. А что, кстати, в тренде будет? Вот брюнетки, блондинки? Ну, следующий год нам дает более консервативный, потому что он будет сложным. Естественно, что я думаю, что он будет сложным. Ну, в какой... Опять же, опять же... Я так понимаю, сейчас скажу, поэтому будет сложное окрашивание в моде. Будет, конечно, модно все. Я считаю, что сейчас, в данный момент, никто не может диктовать моду нам. Да? Кто на что гораст. Есть деньги, длинные волосы. Пусть хоть здесь будет свобода у человека. Я считаю, что женщина должна быть просто ухоженной. Чистая голова, красивые волосы, это должны ногти, это должно быть всегда, при всяких кризисах. Ну, пусть они там недорогие, да? Пусть там необыкновенный маникюр там за 5 тысяч, его можно сделать за 600 рублей. Тоже красивый. Слушай, а вот об этом мы с тобой поговорим после регламы. Это интересно. Это программа «Хороший день», и мы продолжаем в студии бьюти-эксперта Ольга Дмитриева. И мы говорили с тобой вот до рекламы о наращивании волос. Да. Ну, давай честно, многие боятся наращивать волосы. Вот честно. Боятся остаться просто без волос. Вот понимаешь, вот как в 21-й меке можно чего-то бояться. Ну, во-первых, бояться не надо. Нужно прийти, получить консультацию полную, бесплатную, в хорошем салоне, да? Чаще говоря, бесплатную. Да, бесплатную консультацию. Вы можете все прийти и получить бесплатную консультацию. Как ухаживать, что будет, как коррекция, как носить. Выбрать волосы, которые в огромном количестве висят по вашей структуре. А по цвету так сложно подобрать. Да, вообще ничего сложного. Столько цветов, что просто глаза разбили. Даже сложные цвета. Оранжевые, там, всякие волосы есть. Натуральные? Кто-то хочет, конечно. Все работает исключительно с натуральными волосами. Только донорские натуральные волосы. Ну, что же тут бояться? Ну, это не такие вот, не азиатские, да? Нет, нет вообще этих азиатских. Сейчас невыгодно все покупать в Китае. Сейчас выгодно иметь свое производство. Поэтому это сейчас не... Так свое производство. Ты кого стрижешь на пряде? Мы покупаем волосы у малышей, у детей. В нашей стране? Да, конечно. И в Москве, и везде. Приходят, продают свои волосы. Кому-то это уже... Дети, например, устают от таких коз. Это очень дорогие волосы, детские. Ну, так и услуга дорогая, я понимаю. Конечно, и услуга не дешевая, и волосы не дешевые. Но зато это красиво, и очень-очень. Хотя говорят, что это все выходит из моды. Но это никогда не выйдет из моды, потому что публичные люди. А кто говорит, что это выходит из моды? Ну, якобы, что волосы... А ты знаешь, как сейчас пошла мода на старость? Я даже... Я вот на моем личном примере, да, когда мой стилист... Почему я говорю, что очень трудно все найти. Мой стилист уехал из страны, и я не могла пострижься, да? У меня... Я люблю волосы, но они мне просто не очень идут. Но я в тот момент нарастила волосы, я не нашла. Я ходила по Арбату, я ходила туда, я заходила в салоны, в разные. Вы можете мне пострижь так, как я говорю, чтобы это все... Я встала вот так вот, и все. Но, конечно, никто это не мог. Никто. Я нарастила волосы, каре, красивая, каре, все, мне нравилось все, да? Но из-за моей занятости, это нужно коррекция, я постоянно вот это, все это пропускаю, да? И я нашла стилиста совершенно в дешевом салоне. Вот так. Представь. Бриллиант. Кстати, я хочу просто сказать, что да, это совершенно простой салон. Он просто, я вот выбрала ее лицо, и вот по интернету, вот так вот случайно, и она так хорошо стрижет, у нее просто великолепная рука. Вот я приманила в свой салон. Ну, мы же не стрижем. А, вы же не стрижете? Ну, да, мы же не делаем... Слушай, ну ты рассерила линейку, а стричь не стрижете. Почему? Ну, не хочу связываться с этими стрижками, но нам некогда. У нас же коррекция длится по 4 часа, по 3. Поэтому... А быстренько... Кому наращивание не понравилось сегодня? Ну, да, быстренько постричь, да? Поэтому это все очень сложно, и, как говорите, мне нравилось очень... Каре мне нравилось. Мы можем нарастить не очень длинные каре, а симметрию такую красивую. Ну, в общем, разные прически, очень разные. Процедура, я так понимаю, по времени длительная, да? Ты говоришь, 4 часа минимум? Ну, это коррекция, да. От часа до двух. Ну, у нас быстро так это все, рука набита. Так что, да, рука набита, и вот все это мы быстро все делаем. Ну, это все равно длительная процедура. А коррекция через какое время нужно делать? Коррекция 3 месяца. Через 3 месяца уже опять... Да. Все снимать и опять все наращивать. И каждые 3 месяца? Волосы отрастают каждые 3 месяца, да. Ну, как ногти, как ресницы, как все. Ну, только на ногти, наверное, женщины ходят гораздо чаще. Ну, на ногти почаще нам, мы даем, чтобы волосы не портились, мы даем. Волосы портятся не от того, что наращивание. Потому что клиент запускает. Как-то вот непрофессионально снимают потом. Снимают, и клиент запускает. Не надо запускать. Лучше тогда снять волосы. А он пытается сэкономить, понимаешь? А прийти не через 3 месяца, а через 6. Не, а через 6. Правильно. И тогда появляется запутывание. Очень чревато. Очень. Появляются запутывания. И мастер, хотя и нежно, все профессионально, но она начинает разбирать этот колтун. Понимаешь? А, ну, видимо, когда остается без волос, это, видимо, уже не он, уже когда уже раздражение берет вверх. Ну, отрастают. Сильно, да. И я говорю, все зависит от нас. Ничего, ничто не портит, если все делать вовремя. Если вы не готовы, лучше не наращивать волосы. А. То есть должен быть все-таки психологический настрой. Ну, если женщина, и там сразу, в общем, видно-то по образу. Ну, хочется попробовать, можно. Но обычно они снимают через 3 месяца. Вообще и больше не наращивают? Да. Больше не наращивают. Ну, попробовала, но не может она справиться с такой. Хотя очень легко с ними справляться. Даже легче. Мои клиенты говорят, господи, со стрижкой-то как проблемно мыть, все укладывать. Ну, да, стрижка – это очень тяжелое удовольствие. Это так просто говорят, что стрижка – это постоянная укладка, постоянное окрашивание. Чтобы не одной волосинки. А это завязала хвост и побежала. Вот и все. Как хорошо и удобно. Так, а может быть, все-таки стрижки внести? Ну, вот некоторые. Прискурант, потому что будут каждый день бегать на укладки. Ты все-таки меня толкаешь на то, чтобы я все-таки стригла еще, да? Да. Ну, ты знаешь, я подумаю. 20-21, он может быть… Пора перемен. Еще какую-то, да, отдушину такую, может быть, я и это сделаю. Хотя стилиста очень трудно найти хорошего. Я вот уже по себе-то судила, как я ходила-то, искала. Ты знаешь? Может, не только наращивать, так глядишь, и удаление? Оль, задумывайся. Точно, задумываюсь. Ну, подумаю, кстати. Хорошо. А сейчас, например, тот, кто задумывает открывать свой бизнес, вот ты ему сейчас скажешь, стоп, 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 не надо, сейчас не время, или наоборот, вот кризис такая благодатная почва, и, в принципе, можно экспериментировать, можно пробовать, но с небольшими затратами. Ну, открывать вообще-то нужно. И сейчас очень многие открывают свои маленькие косметики. Все идет к маленькому. Пафосные вот эти салоны отходят на план. То есть они, как правило, закрываются? Они уходят, вот эти, ну да. Ты имеешь в виду с высокими ценами или что? С высокими ценами, с этими пафосными интерьерами, с этими... Я думаю, что это немножко, ну, оно откроется. Ну, а что интерьер? Ну, его один раз создал, все. Есть такие вот салоны, вот они сидят, у них стрижка 10 тысяч. Да, ну, 15 есть, и 20 есть, ну, там и не стоит этого. Ну, такие есть салоны, им не нужно 2-3 человека, которые... Может быть, эти люди и будут ходить какой-то костяк в эти салоны. Но я уверена, что эти салоны подвинутся. Будут вип-салончики, маленькие такие вот, которые все... Ну, ты говоришь вип-салончики, значит, это цены там вип-то. Ну, они не то, что маленькие, ну, как маленькие, но они... Очень много будет, будет там много всего. Ты понимаешь? Будет много всего. Многофункционально. Правильно. То есть там можно будет еще и поесть, и одеться. И поесть, может быть, и будем кормить. А почему бы нет? Если разрешат, пандемия закончится, будем... Мы, конечно, не разрешают ни чай, ни кофе. Вот. А, кстати, да, не запретили. Да, кстати, конечно, мы ничего сейчас не подаем. Просто нельзя. Свои чашечки приносят, там и пьют индивидуально. И ничего не дают. А то будем и кормить. Я согласна. Ради бога. Если надо и одевать. Да, два часа сидят, могут поесть. Но я почему-то уверена, что это будущее, вот пока вот это все будет продолжаться, вот такие вот салончики, вот такие вот, в которые много будет все впихано, и цены будут нормальные, люди будут ходить. Но эти, может быть, они и останутся, но не каждый туда. Даже тот, кто раньше ходил, он снизится на... Ну, будет экономить. А почему бы нет, если там все хорошо делают, и все красиво, и все качественно, зачем отдавать 20, когда можно? Ты же сама понимаешь. Да. Да? Если можно это все сделать за 5, так же красиво тебе встретят, так же красиво культурно тебе посадят. Ну, конечно, если он будет культовый, хороший салон. Но опять же, мы же... Тут же территориальность нужно учитывать, да? Есть салоны, которые в центре Москвы открыты, у них аренда больше, они же все, наверное, туда закладывают. Я тебе говорю, что они просто закроются. Просто эти годы, мне кажется, ну, очень тяжело будет. Но это мое мнение, потому что все-таки тяжеловато. Тяжеловато. Но конкуренция, она сейчас стала как-то, считай, жестче в условиях пандемии. Ой, я конкуренцию как-то за ней, за домашними, я как-то не слежу за всеми, но я не знаю, я как-то за конкуренцию... Потому что ты счастливая женщина. Я правда в конкуренции, вот, честное слово, я вот не слежу. Пандемия нипочем, ты развиваешься, ты принимаешь клиентов, у тебя, по-моему, все хорошо, и я считаю, что это замечательно. Нет, кто-то уходил, это бывало, но я сначала переживала, первое, уходила на дом, там, ну, тишина, но я понимаю их, но они потом приходили, запутанные, извинились. Да вот я не смогла, да я там была в гостях, там, где-то в каком-то городе сделала вот коррекцию, мне не понравилось. Ну, понятно, не понравится, естественно. Я говорю, ничего страшного, ну, как, вот такое вот бывает. Но это все нормальная ситуация, я к этому сейчас отношусь абсолютно спокойно. Олечка, а я тебе в свою очередь просто желаю всегда оставаться на плаву. Спасибо. И благодарю тебя за этот потрясающий... Спасибо, что была сегодня с нами. Да, я тоже всех представляю, с наступающим Новым годом, счастья, здоровья и открывайте все, что есть. Это была программа «Хороший день», увидимся с вами завтра в это же время. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok